Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа «Республика» в студии Галины Титарчук. Сегодня в выпуске. В профессию из детского сада. В рамках фестиваля рабочих компетенций в Чуваши работала экспериментальная площадка. Уж замуж не втерпешь. В Чубаксарах планируют построить новый дворец бракосочетаний. Равенство возможностей. В Чубаксарах впервые состоялся республиканский турнир по бочи. Сегодня в Москве глава Чуваши встретился с генеральным директором фонда развития моногородов. Михаил Игнатьев и Ирина Макеева обсудили ход реализации соглашения по строительству инфраструктуры в Канаше и территории, опережающей его социально-экономическое развитие. Своё производство в индустриальном парке муниципалитета уже планируют локализовать два резидента. Одно из предприятий будет выпускать реагенты для нефтегазодобывающих компаний. Руководитель фонда Ирина Макеева отметила, что реализация соглашения должна отразиться на деловой активности в Канаше. Еще одна ключевая цель – создание новых рабочих мест. Сегодня же глава Чуваши Михаил Игнатьев в Москве дал интервью редакции газеты «Аргументы и факты». Одной из основных тем стала тема экологии. Михаил Игнатьев рассказал о том, что Чуваши в десятке регионов лидеры в самой благоприятной экологической ситуации и занимает первое место по этому показателю среди регионов в Приволжском федеральном округе. Глава Чуваши также ответил на вопросы журналистов о развитии здравоохранения, образовании сельского хозяйства в республике. 3 декабря заместителю командующего Черноморским флотом, участнику Великой Отечественной войны Михаилу Бочкареву исполнилось бы 100 лет. Легендарный земляк ушел из жизни в прошлом году. Накануне его памяти увековечили в Севастополе. Сегодня перед отлетом в Москву глава Чуваши встретился со служивцем контр-адмирала Аполлоном Петровым. Подробности в следующем материале. Мемориальную доску установили в Севастополе, на фасаде дома, где долгое время трудился контр-адмирал. В своем инстаграме глава республики отметил, что важность этого события трудно переоценить. В Севастополе, на здании тыла Черноморского флота, где Михаил Павлович служил много лет, установлена мемориальная доска. Выражаю признательность лично губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову, правительству города, командованию Черноморского флота, региональной общественной организации Севастопольское Чувашское национально-культурное общество и лично всем, кто внес вклад в увековечивание памяти нашего выдающегося земляка. Инициативу увековечить память легендарного земляка поддержала капитан первого ранга Аполлон Петров, тоже уроженец Чувашия. Сегодня он после кратковременного отдыха на малой родине улетел в Крым, а утром в аэропорту встретился с главой региона. Говорит, что Михаил Бочкарев стал примером для многих поколений моряков. Он очень сильный руководитель, как 10 лет командовал этим штабом и участник обороны Севастополя, то есть в Москве был, потом на Северном флоте воевал, потом на Юго-Черноморском. До 99 лет трех месяцев, почти сотый год пошел уже вместе, мы все время в одном ветеранской организации были. Мы вместе служили в Севастополе, в Черноморском флоте. А он начальник тыла был, начальник тыла Черноморского флота. А я на боевых кораблях военно-морских служил. Михаил Бочкарев родился в селе Кожевиное Порецкого района. 20-летним юношей он был принят в военно-морское училище имени Фрунзе. В годы войны при обороне Москвы командовал огневым взводом. С мая 79-го Михаил Павлович контр-адмирал в отставке. Он много трудился, писал книги и руководил Севастопольским союзом ветеранов. Вот они на фото вместе с президентом. В гости к земляку приезжал и глава региона Михаил Игнатьев. Война меня застала, когда я плавал на Каспийской флотилии, на канонерских лодках на практике после третьего курса. Мы пришли как раз в воскресенье в Баку готовиться к увольнению. Но нам потом Молодцев объявил 12 часов начала войны. Нас спешно вернули в училище, посадили за парты и приказали за полгода кончить училище. Тогда, в 2015 году, на память о встрече в Севастополе, Михаил Бочкарев подарил главе региона свои книги. Контр-адмирала помнят и на его родине в Порецком районе. Здесь в школе Порецкой даже класс имени Бочкарева есть в Порецком районе. Он, короче, для Кожевникова родился, а сейчас уже класс. Он полностью эмблемой, в форме ходит этот класс. А школа называется имени Крылова. Там тоже адмирал был в свое время, герой своего струда в 1945 году, получил дед Крылова. Они вот на школе два героя учились. Боевой товарищ Михаила Бочкарева в свои 79 и сам продолжает служить на флоте в качестве специалиста-инженера. По стопам отца пошли и оба его сына. Василий Аполлонович недавно был признан лучшим штурманом Черноморского флота. Глава региона пригласил военную династию Петровых приехать в республику в следующем году на встречу с кадетами. Дмитрий Ковалев, Павел Иритков и Андрей Шоклев. Республика. Пособие напрямую. С 1 января в Чувашии стартует пилотный проект Фонда социального страхования России. Республика вошла в число 11 регионов участников. Пособие по временной нетрудоспособности, беременности, уходу за ребенком. Шесть видов выплат нужно будет получать в территориальном фонде социального страхования. Работодатель же только предоставляет необходимые данные работника для расчета. Установлены жесткие сроки начисления средств. Десять дней с момента первого обращения работника. Дальнейшие выплаты с 1 по 15 число каждого месяца. Пилотный проект направлен на повышение социальной защищенности работающих граждан. Он гарантирует правильное и своевременное начисление пособий и их получение, независимо от финансового состояния работодателя. Зимний городок в столичном парке Амазония может не открыться. Такое сообщение опубликовали в официальной группе этнокомплекса месяц назад. На прошлой неделе в инстаграм-аккаунте Амазонии появилось другое. На месте парка построят жилые дома. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Мы свои обязательства сполна, с честью выполнили. 1 миллиард 357 миллионов рублей вложили. Появились дороги, появились тротуары, появились места. Сегодня трассы, все эти тротуары освещаются. А вот инвестор с задачей не справился. Океанариум, зоопарк, спортивный комплекс. В этнокомплексе Амазония должны были построить 8 объектов инфраструктуры. На сегодняшний день ООО «Трегрупп» 2013 года вложил всего 37%, которые должны быть 100% вложить. Это 872 миллиона составлял всего. И ни один из туристических объектов на сегодняшний день не введен эксплуатацией. Столичная администрация решила не продлевать договор аренды с застройщиком. Он закончился 17 октября. Город направил заявление в суд о возврате части земельных участков. Те, на которых уже есть строение, инвестор получит в аренду. Это 5,5 гектаров. Новый инвестор появится только после проведения аукциона. Конкурсный отбор мы видим через концессию или муниципально-частное партнерство. В целом концепция парка утверждена. Вот она на слайде. Никакого строительства жилья крупных торговых центров в виде ленты здесь не предусмотрено. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. Новый дворец бракосочетаний в исторической части с видом на Волгу. Могут построить в Чебоксарах. Получить услуги ЗАГСа в Чебоксарах сейчас можно в отделах трех районных администраций. Московской, Ленинской и Калининской. И центральном отделении на Московском проспекте. Эти площади, они на сегодняшний день не совсем приспособлены под те полномочия, которые делегированы органам ЗАГСа. Для размещения нового дворца бракосочетаний рассматривают два варианта. Первый – это реконструкция бывшего кинотеатра «Родина» по улице Константина Иванова 9. Однако специалисты склоняются ко второму – строительству нового здания на освободившихся землях бывшей кадетской школы. Это, к примеру, плац и стадион, а также прилегающих участках, которые находятся в распоряжении города. В принципе, место интересное. Оно действительно сочетается с развитием набережной. В планах у нас в дальнейших построить лифт, спуск на набережную. Наверное, молодожены могли бы этим лифтом пользоваться. А там внизу построить ресторан и так далее. В принципе, идея неплохая. Единственная проблема, которую мы видим – это парковки. Если на сегодняшний день в среднем регистрируются 15-17 браков, летом 25, регистрация идет с 10 до 16-17 часов, то, в принципе, около 40 машин летом приезжают. Но у нас сейчас яма по рождаемости, и к 2020 году количество браков может вырасти в полтора-два раза. Соответственно, автомобили будут приезжать больше, особенно летом, до 60-70 автомобилей. Здесь могут возникнуть проблемы – въезд, выезд, парковка. Проблема эта разрешимая. Обойдется строительство в 150-170 миллионов рублей, отметил Алексей Ладоков. Само здание бывшей кадетской школы планируется капитально отремонтировать. После этого там разместят центр развития дополнительного образования и центр финансового обеспечения. Глава Чувашии Михаил Игнатьев дал поручение учесть все нюансы, рассчитать стоимость строительства и представить заключение Кабинету министров республики. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. Большинство огнеборцев республики называют его наставником. Своё 96-летие отметил старейший ветеран пожарной охраны Чувашии Михаил Ефремович Попов. Каждый год в день рождения к нему приезжают коллеги и начальник главного управления МЧС. С днём рождения, река Виктория. За плечами огнеборца суровая школа жизни. 19-летним юношам участвовал в строительстве оборонительных сооружений на реке Сура, возводил блиндажи, а в феврале 1942 года и сам был призван на фронт. В составе стрелкового полка пролетарской дивизии Михаил Ефремович Попов освобождал Минск, Житомир, Коростень. В 44-м его перевели в танковую бригаду радистом-пулеметчиком. После демобилизации он заступил на службу в пожарную команду при МВД. Десятки раз, вспоминает Михаил Попов, приходилось выезжать на крупные ЧП и спасать из огня пострадавших. Ветеран МЧС стал примером для многих поколений огнеборцев, отмечают его коллеги. Если бы не та жизнерадостность, то 96 лет вы, наверное, в таком состоянии не встречали, да? И нас бы не встречали, может быть. Мы желаем, чтобы ваше здоровье сохранялось в тех хотя бы рамках, которые есть. Спасибо, что не желаете. Мы вас помним всегда, Михаил Ефремович. Его биография, говорят в МЧС, достойна отдельной книги. Близкие сохранили уникальные снимки Михаила Попова, начале 50-х, еще рядового пожарного. Он отдал службе 24 года, выйдя на заслуженный отдых в должности помощника-инструктора. К Оксакалу пожарной охраны коллеги приехали с подарками. Михаилу Ефремовичу вручили памятную медаль генерала армии Алтунина и нагрудный знак «Ветеран МЧС». Обладателей такой награды даже в стране пока единицы. Их воспоминания, потому что они всегда начинают вспоминать прошлую работу, прошлую службу, наверное, это здорово. Конечно, это пример для нас, пример для молодого поколения. И мы постараемся сделать все, чтобы наши ветераны прожили как можно дольше. Делегация Чуваши участвует в Международном форуме добровольцев. Он стартовал вчера в Москве. Это итоговое мероприятие Года волонтеров России. Чуваши на форуме представляют победители регионального этапа всероссийского конкурса «Доброволец России-2018» и руководители волонтерских центров. Всего 19 человек. Они участвуют в дискуссиях, мастер-классах. Первые два дня – это образовательная программа. А завтра состоится торжественная церемония вручения ежегодной премии «Доброволец России-2018». Региональный чемпионат Junior Skills стартовал сегодня в столице Чувашии. На чемпионат прошли около 100 школьников от 10 до 17 лет. В ближайшие три дня юные профессионалы будут создавать роботов, проводить лабораторные химические анализы, заниматься аэрокосмической инженерией. По аналогии с чемпионатом Junior Skills впервые организовали фестиваль компетенций Kinder Skills. Kinder Skills – это площадка для знакомства у нас с детей с разными профессиями. А вы в детстве кем хотели стать? Стендап специально для национального телевидения с логотипом на микрофоне, а затем уже со своим привычным. Шестилетняя Софья Герасимова продолжает снимать спецреп о Kinder Skill. Отснятый материал на монтаж, другие участники площадки мультимедийной журналистики пишут заметки, создают видеоролики. Вместе с детьми технику осваивают и родители. У юных инженеров рабочие инструменты другие – ножницы, бумага, клей и схема корабля. И я делаю еще второй парус. Он делает парус. Мы пока собираем корпус. Сейчас он немножко подсыпает. Папа, ширину какой надо сделать? Сын у меня пытается паруса делать. Вот так? Вот такую ширину? Я вот наклеиваю настройку. Папа, вот такую ширину, да? Да, вот такую ширину сделай. Высоту? Высоту. Вот такую. У начинающих дизайнеров основные материалы те же, что и у инженеров. Шаблон новогодней подарочной шкатулки у всех один. А вот дизайн на усмотрение творческой семейной группы. За ними наблюдают эксперты, оценивают и работу в команде, и аккуратность, и даже организацию рабочего пространства. Этот конкурс направлен на выявление талантливых детей и их родителей. И очень отрадно, что именно задействованы семейные команды, так как они поддерживают друг друга, помогают друг другу и стремятся к победе. Экспериментальная площадка «Киндер Скилл». В рамках третьего регионального чемпионата «Джуниор Скилл» сработала всего один день. А вот юниоры-профессионалы получили задание на несколько дней и находятся в процессе сборки и первых тестовых запусков. Это робот-сортировщик. Он должен определить цвет кубика и отвести в определенную базу. У нас небольшая ошибка в конструкции была. Сейчас мы ее постараемся исправить. Роботов-сортировщиков собирают из готовых деталей и затем программируют. На площадке прототипирование, исходные данные, чертежи и 3D-принтер. По итогам соревнований у ребят должна получиться действующая модель арбалета. После того они должны выполнить еще его тестирование. То есть проверить его на работоспособность и с пяти попыток попытаться сбить мишень. Соответственно модель всегда у нас действующая. В прошлом году была инерционная машина, которая заводилась и ездила. В этом году это стреляющий арбалет. В качестве стрел используются стержни от пасты обычные. Контрольные тесты, запуски, заезды пройдут 6 декабря. Тогда же станут известны имена победителей, которые примут участие в федеральных соревнованиях. К слову, конкуренция серьезнейшая. Все эти ребята – победители и призеры сетевых отборочных конкурсов. Ирина Волкова, Софья Герасимова, Валерий Резюков, Республика. 27 дней осталось до Нового года. В детских садах Чебоксар начали готовиться к праздникам. Украсить группы уличной территории в этот раз решено подделками, которые сделают сами дети и их родители. Мы делаем коробочки такие, чтобы туда класть конфеты, всякие сладости. Их делать очень легко из бумаги. У нас есть предподаватель Марина Альбертовна, она нам помогает их делать. Кто-то делает коробочки, кто-то осваивает технику декупаж. Когда эти шары подсохнут, они будут украшать группы детского сада номер 163 «Колокольчик». Я клею ёлку на шарик, чтобы было красивее. Украшаю шар. Городское отделение Союза женщин Чуваши совместно с Управлением образования запустило замечательную акцию, как вы заметили, 550 добрых дел дешкалят. В рамках этой акции проводится много мероприятий. Одно из них – мастер-класс для детей и родителей. Мы с удовольствием научим делать игрушки любого желающего. Концепция украшения всех дошкольных учреждений города – единая. Её разработала специальная творческая группа вместе с заведующими и старшими воспитателями. Помимо Деда Мороза и Снегурочки, главным персонажем нынешних новогодних сюжетов в соответствии с гороскопом стал Пятачок. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Павел Редков. Республика. Сегодня подведут итоги акции «Великие имена России». Сейчас завершается обработка анкет. Жителям Чебоксар предлагали проголосовать за космонавта Андриана Николаева, всемирно известного офтальмолога Святослава Фёдорова и создателя чувашской письменности Ивана Яковлева. В опросе лидирует Андриан Николаев. За дважды Героя Советского Союза отдали голоса более 36 тысяч человек. В бочи играют по всему миру, в том числе и в России. Несколько лет назад этот паралимпийский вид спорта пришел и в нашу республику. В этом году впервые в Чебоксарах провели республиканский турнир по бочи среди инклюзивных команд. Такие соревнования – это показатели равенства возможностей вне зависимости от состояния здоровья. Восьмилетний Данил Яковлев на состязание приехал из Канаша. Бочи занимаются уже два года, поэтому знает об этой игре практически все. Бочи – это такая игра, белый шар кидает, джекбол, и там к белому надо кинуть. Кто ближе кинет, тот и победил. Чтобы выиграть в этой игре, нужно много тренироваться. Я в спортзале тренируюсь, и я всегда езжу на соревнованиях. Мама всячески поддерживает Данила. Признается, тренировки идут на пользу. Сын стал сильнее, целеустремленнее. И пусть иногда появляются слезы, но мальчик собирает волю в кулак и уверенно идет к победе. Мы два года назад узнали об этой игре, до этого не знали. Нам очень интересно стало. Нам подарили вот этот комплект мячей в Канаш. Мы с ними сейчас играем, тренируемся. В неделю два раза на среду и субботу. Очень хочется, чтобы первые места занимали, чтобы сборную взяли. Мечты такие есть. На первый взгляд кажется, что играть в бочи очень просто. На самом деле здесь требуется предельная точность, собранность и концентрация внимания. Борьба за кубок оказалась жаркой. Все 16 команд закончили игру с минимальным отрывом в очках. Это радует, что у нас очень много добровольцев, очень много организаций, детей привезли, детей с инвалидностью. Я жутко горд и рад, меня прям переполняют эмоции. Да, на самом деле очень много проектов впереди, и проекты грандиозные. Все будем осуществлять. На самом деле очень хорошо, что государственные учреждения идут на встречу, что они сами предлагают какие-то инициативы. Это здорово, это радует. И благодаря им как раз и появляется сила. Очень важно в проекте «Равенство возможностей» не делить детей на разные категории, а наоборот думать, как нам консолидировать площадки, чтобы на одной площадке были разные дети. Возможно, уже в феврале в пятой гимназии пройдет первый инклюзивный турнир. Галина Титарчук, Борис Андреев, Республика. Зима. Самое время подумать о теплой одежде. На специализированной ярмарке «Ермак» новое поступление. Об этом подробнее после выпуска новостей. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Огромный выбор курток, пуховиков и дубленок, изготовленных на российских фабриках. На ярмарке верхней одежды «Ермак» представлено более 5000 моделей для мужчин и женщин. Удивляет широкий размерный ряд от 42-го до 72-го. Укороченный вариант. Натуральный мех красивый идет. С брючками хорошо будет. С дубленочкой идет лазерная обработка, ноская. Еще хороша тем, что три четверти рукав. Укороченный рукав – тренд этого сезона. Он одинаково хорошо смотрится как на дубленках, так и на куртках. Эта модель хороша еще тем, что вот эта вот меховошечка, она на пуговицах снимается. Также здесь рукавчик. На молнии его можно снять. Остается три четверти. Можно пододеть либо какие-нибудь кожаные перчаточки цветные, либо свой свитер, допустим, надели яркий. И очень хорошо будет. Хорошо будет зимой, если одежда не только красивая, но и теплая. А главное, если еще недорогая. В изделиях используются новейшие утеплители, такие как тинцулейт, биопух, полиэстер. Также в моделях представлены отделки из натурального меха, норки, лисы, чернобурки. Ярмарка верхней одежды «Ермак» удивит вас идеальным соотношением цены и качества. Она работает с 10 утра до 8 вечера, без обеда и выходных. Вас ждут по адресу Горщебоксара, улица Максима Горького, дом 49. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова